Всем добрый вечер. Продолжим в нашей студии. Мы видели на предыдущих наших двух занятиях тему, можно ее назвать, наверное, темой вербального акта, который необходим как некая формальная часть приобретения статуса замужней женщины или помолвленной женщины, по крайней мере. Мишна говорит о том, что у нас три пути – деньги, документ и половой акт. Но когда речь заходит про деньги, по крайней мере, мы видим, что это должно сопровождаться каким-то высказыванием. Ну и вот об этом, собственно говоря, была речь в предыдущие два наших занятия, может быть, даже три, где проверялось то, какой, собственно говоря, должен быть этот самый вербальный акт, что он должен себе нести. Он должен нести намек на библейский контекст, или он должен быть очень прямо сформулированный точно, или же все определяется контекстом разговора между мужчиной и женщиной. И сторонний зритель, который как бы фактически решает, то есть это мнимый суд, мнимый судья, который решает, все ли произошло по правилам, должен в том числе разбираться не только в библейских контекстах, но и понимать, так сказать, народный язык, и понимать, о чем идет речь. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз, и добавление к этому была еще небольшая судья, поскольку речь, когда зашла о вот этом вербальном акте, то почему-то Талмуд сопоставляет, то есть он стал говорить, это просто в барайтах появляется, что речь идет одновременно и о приобретении женщины, то есть о помолвке, о приобретении статуса замужния или помолвленной женщины, и одновременно о разводе, который тоже вроде бы должен сопровождаться, как мы можем заключить, каким-то вербальным актом. Хотя, на самом деле, в общем, это разные вещи, да, разные. Почему? Потому что сейчас у нас речь идет о приобретении с помощью денег, а развод осуществляется с помощью документов, причем документы, которые называются разводное письмо, и вроде бы там все уже сказано, и как бы, может быть, никакого дополнительного вербального акта не нужно. Но, тем не менее, у нас речь об этом зашла, и в последнем фрагментике, в том числе, речь зашла о том, каким образом освобождается нееврейский раб, то есть речь зашла о нееврейском рабе, анонейском рабе, и получилось такое сопоставление, на первый взгляд, странное, но мы попробовали каким-то образом его осмыслить. Ну, и вот дальше у нас, собственно говоря, тема меняется, и сейчас мы увидим, каким образом. То есть тот, кто осуществляет вот эту самую кедушину с помощью суды, милвы это, милвы или галваа, это суда. Подождите, мы же закончили на 6А, 6А4, не 6А, Б. Мы закончили на осуждениях о выходе на свободе нееврейского раба, правильно? Там были осуждения про то, катав ОНО или не катав ОНО. ОНО это документ, да, такой институтический, еще обсуждали, что слово ОНО. В общем, 76... В общем, мы остановились там, где остановились, и мы продолжаем с новой судьи. Ну, это вперед. Это то, где мы остановились. Нет, я себе записала. Вы записали неправильно, значит? Потому что мы остановились именно тут. Хорошо, ладно, здесь будет так. Значит, милвы, да, милвы это суда. Суда. И вот человек с помощью суды пытается осуществить вот этот самый акт посвящения женщине. То есть макадыш. Естественно, возникает вопрос, что значит с помощью суда, да, то есть как с помощью суда. Он дает ей суду, или он уже дал ей суду и говорит, что вот та суда, которую я тебе дал, теперь пусть превращается в деньги, с помощью которых я тебя посвящаю в друг. Здесь неясность. У нас здесь есть, как всегда, комментарий, комментарий, который, естественно, следует Раши. И здесь Раши говорит, что он говорит ей, будь посвящена мне при помощи суда, который я тебе одолжу. То есть он не дает ей в данный момент суда, с точки зрения Раши, да, хотя это не очевидно. Он не дает ей ссуду, а говорит о том, что суда уже была дана, и вот это суда пусть будет, собственно говоря, той, с теми деньгами, с помощью которых я тебя посвящаю. Это о кедушин. О кедушин нельзя таким образом совершить кедушин. Можно женщину пригласить убрать в доме или покрасить там стены? Я даю осла, а человек мне предоставляет свою рабыню, которая мне покрасит стены. Пожалуйста. Но я не могу таким образом жениться. Спасибо. Закончила я. Да, счастливо. Окей, на этом интригующем моменте. С ослами и женщинами. Ну хорошо, все. Всем спасибо. Счастливо. Всем разу, пока. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok